Сейчас покупать-то нечего. Ниссан Альмера Классик, 2008 года. Зашел я, значит, на автору и просто охерел. Место 150-200 тысяч километров здесь, они по полмиллиона уже стоят. В принципе, плюс-минус одинаковое состояние у всех. Здесь четырехступенчатый автомат классический, джатковский, который ставился еще на 16-ю Альмеру. Вот с этим автоматом связан случай жизненный просто, который меня до сих пор коробит. Не знаю, надо свое злопамятство уменьшать, в принципе. Какая ситуация произошла? Обратился человек, полностью сгоревшая трансмиссия, нет задней передачи. Запомните, если задняя передача, еле машина трогается назад, еле трогается вперед, так касаемо данных четырехступок, все, там чинить нечего. Проще взять контракт, либо отдать за починку 150 тысяч рублей в федеральном сети автосервиса, сиськи, PlayStation и так далее. Ну, в общем, вы в курсе. То есть, третий автомобиль стопудово уйдет на ремонт. 16-й Альмера. Он делал упор на то, что там многодетная семья. Я не против этого. Я против того, что это афишируется какому-то слесарю или, блядь, шиномонтажнику. Это не обязательно знать, у кого что, сколько. Так вот, мы, просканировав рынок БУ коробок, честно говоря, блядь, я как идиот, просто опять лох года. Это в 2015 году было. В Авито зачем-то написал на первое попавшееся объявление, там трансмиссия, раньше трансмиссия такого плана, 4 ступени, стоило 20 тысяч рублей. 20-25. Как вы думаете, стоило ее перебирать или нет? Конечно, стоило купить БУ-шную. Повелся на первое объявление. Начал переписываться. Отправьте, там, чувак такой, отправьте мне предоплату 5 тысяч рублей и приезжай за ней. Ну, я же не смотрю YouTube, там, где сотни тысяч таких объявлений по отъему денег у населения. Перечислил 5 тысяч рублей. Ну, естественно, приехал на место, а там просто налоговая инспекция находилась. Офигительно. Просто тронинг высшего звена. Ну, ничего страшного. Пятак потерял, кровно заработанный. Когда ты выхаркиваешь вместе с харкотиной мазуту и пытаешься рожу отмыть по ночам, когда приходишь домой. Это все-таки бабки сложно достаются. И психанул и в следующее место из этого поехал. Не по первому уже попавшемуся объявлению посмотрел по телефону. А в следующее место, обзвонив перед этим несколько. И приехал к чувакам, там практически новая, нулевая трансмиссия за эту стоимость, только за минусом 5 тысяч рублей. Ну, там установка стоила 6. То есть, как-то так. Фейл года. Ну, зато, в слове чисто в каком смысле, трансмиссия ездит на долгосрочную перспективу. Просто люди, блядь, не то, что неблагодарные, там просто они как-то по-странному. Они там, блядь, аж затряслись. Когда увидели трансмиссию, когда поняли, в глаза, блядь, не смотрят. То есть, Пятак потерял, но им рассказал ситуацию. Не просто там вызвать жалость и прочее, это похуй. Рассказал ситуацию, что вначале попытался, не получилось. Поеду в другое место. И они такие, а, ну все, мы забираем машину. Как будто эти, этот Пятак, это все, это, блядь, в корму им остается. Но коробка была идеальна. Реально была с пробегом 20 тысяч километров. То есть, я не против контрактных узлов. Бывает, проскакивают на рынке офигенные образцы. А вы говорите, капитальный ремонт по сотку. Нет. 25. Ну, сейчас это 45-50. Сами понимаете, уже прошло 7 лет и все, все. 50 тысяч километров назад мы здесь меняли жидкость в 2018 году. А так, а покупать сейчас нечего. Тачка, чем проще, тем лучше. По сравнению с Солярой, Соляру вы в хорошем состоянии, увы, не найдете. Рио тоже. Мешалка, либо автомат, и то, и другое можно брать. Трансмиссий бушных очень много. Мешалку, сами понимаете, иногда неудобно. Неудобно возить детей на них. Будем здесь менять жидкость. И уже далее, далее, далее. Так что, это вариант неплохой. Учитывая то, что он ремонтно пригоден. Это самое основное в наше время. Итак, 4-х ступенчатый автомат. Начнем с его обслуживания. И посмотрим. 50 тысяч назад здесь масло менялось полностью. Да. Масло темноватое, да. Но просвечивается. Первое. Жидкость не горелая. Ездит женщина, возит детей. Все аккуратно и не быстро. Далее. На что стоит обратить внимание? Фитинги, ребята. Вот они. Здесь в нормальном состоянии. Здесь, 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 здесь тоже. Потому что на Енотах, на Ниссан Ноте устанавливается данная трансмиссия. На Алмерах это слабые места. Бывает, отгнивает этот фитинг. Бывает, отгнивает вот этот. И что получается? У меня был случай. Коробка встала. Просто никуда не поехала. Из-за того, что сорвало шланг. Чуваку реально приговорили капитальный ремонт. Вставили шланг, залили масло. Промурыжили пять дней и взяли 70К. Так что будьте аккуратны. Это не шутки с трансмиссией. А ему, оказывается, деваться было никуда. Я ему говорю, у тебя коробку даже не снимали. О чем можно было говорить? Когда мы слили, мы сейчас будем снимать поддон. Здесь все легко и просто. Ключиком на 10. Это все можно сделать. Поддон впоследствии будем садить на коробочный герметик. Это нормально. И надежно. Никакого тут запотевания за полтинник нет. Здесь сверху стоит чуб, в котором вы сможете отслеживать эту позицию. А так, в принципе, все неплохо. Но та трансмиссия, ребят, если вы ее видели, просто девочка идеальна. Главное, чувак, когда он мне ту контрактную продал за 20-ку, я такой думаю, какая же она будет вся ржавая, коцаная. А когда он мне ее показал, она лежала на улице в феврале, благо дождя и снега не было. И она просто была идеальна. И не отписка струйна. Наверное, от какого-то японца. Более того, что помимо ноты, N16, классики, Almera Classic, можно поставить наверняка от японского аналога данного автомобиля, от праворучика. Это не есть плохо, это очень хорошо. И раз в 50 тысяч не только поменять жижу, оставить тачку, не сняв поддон, сольют, зальют, они этим самым сливают ресурс трансмиссии. В буквальном смысле. Поэтому важно инспектировать поддон и смотреть, если здесь бронзовая стружка. Все здесь чистенькое. Минимальное ежик на магнитах. Ничего страшного. Поездим еще. Она, как помните, некоторые тачки, они только дорожают с каждым годом. Так вот, смотрите, современность. Это скоро премиум, ребят. Так вот, что можно сказать. Ничего плохого. Касаемо данных трансмиссий. Еще такой нюанс. Все обычно скручивают этот фильтр, забывая о том, что у одного из множества болтов сверху он крепится гаечкой. То есть, помимо резьбы в гидроблоке, чтобы выкрутить фильтр, есть еще даже смысл. Потому что, первое, помню, моя трансмиссия такая, в тринадцатом году мы скрутили фильтр, не знали о том, что там гайка сверху. И придется снимать гидроблок, чтобы закрепить фильтр. Представляете? Потому что по-другому никак. В противном случае, когда вы все выкрутите и не демонтируете гидроблок, гайка останется лежать на гидроблоке и попадет в барабан. Про таких случаев я не слышал, не наслышан был, но, тем не менее, это ничего приятного нет. Сетка здесь идеально чистая, поэтому, если, коль, хотите фильтр промыть, гидроблок придется снимать сто процентов. А то у большинства таких автомобилей, боюсь, то, что гайки мигрируют по трансмиссии. Они уже там добираются до барабанов. Это просто вопрос случая. Она, наверное, не будет на постоянной основе лежать. Там же все в масляной ванне и все такое прочее. Я уже напарывался на это. Потому что, когда мы скрутили, один болт закручиваем, крутим-крутим, а он не закручивается. Думаю, ну сорвали охренеть. Сорвали резьбу в гидроблоке. А как оказалось, что это сверху, там он гаечкой прикручивается. Поэтому крайне аккуратно. Крайне аккуратно. Он забивается сеткой, когда у вас проблема с фрикционами. Когда уже фрикционы осыпаются, начинают. Ну, не люблю это слово осыпаться. Просто продукты износа. Поэтому струганина такого порядка, что способны забить масляные каналы. Это все будет видно по сетке. А также будет видно, когда вы снимете фильтр. Но имейте в виду, нужно будет еще и гидроблок снимать, чтобы его потом затянуть правильно. И не оставить инструменты в гайке, тампоны, в трансмиссии и так далее. Поэтому тут двояко. Если каждый полтинник менять полностью, мы полтинник назад, на ней уже демонтировали гидроблок, смотрели всю систематику. Сейчас этого не требуется. Здесь мы самое главное преследуем то, что сэкономим семейный бюджет. И будем ее дальше отслеживать. Пробег 200 тысяч километров. В принципе, вы должны понимать, для чего покупается машина. Если покупается для пробегов 100 тысяч километров в год, одна машина должна быть определенной с определенной трансмиссией. Если она покупается с пробегом 10-15 тысяч километров в год, примерный пробег вы же знаете, то возможно даже юзанные тачки покупать и не особо в них вкладываться. Но это не панацея, опять же. Потому что как вариант, как вариант. Мы помним, год 2007 мы на нее смотрели. Я такой думал, блин, Альмира симпатична. А знаете почему? Потому что это бывший Самсун корейский. Это раз. Во-вторых, есть еще Ниссан Центра, которая в андеграунде. В первом, во втором. НПС есть. Где-то можно ее тюнинговать и проще. В принципе, до того времени тачка была огонь. Тачка огонь. Итак, что у нас? Мы с вами почистили поддончик. Красота! Надо это все дело отслеживать. И еще нюанс какой, да? Все меняют жидкость. Ну, не диагностируют ни до, ни после. Это раз. Во-вторых, ребят. Мы же не знаем, как вот чуваки, которые постоянно меняют жидкость, и это все снимают. Но мы не знаем, как на самом деле происходит ситуация. А ездят ли трансмиссии, в принципе, вообще. После всех этих манипуляций. Поэтому не в каждой трансмиссии все это можно делать. Если масло здесь было в подгоревшем состоянии, это смерть трансмиссии. Насчет контракт, либо же перебрать. Здесь, в данном моменте, можно выбрать контракт. Ввиду того, что, ну, в обязательном порядке контракт нужно вскрыть перед установкой. Потому что, ну, устанавливать говно, сами понимаете, она может быть от песка струйна, но куском дерьма. А эта трансмиссия, вроде как, визуально, ну, не ахти, а на самом деле живчик. И все с ней в порядке. Потому что главное, судя по этим артефактам, сохранить ресурсы. Чтоб человек не попадал. Потому что сейчас уже не 15-й год, и вряд ли я ту трансмиссию смогу выцепить. Ну, хотя, никакой злобы к чуваку не осталось, в принципе. Просто его видишь, он хотя бы, не знаю, здоровался, либо поблагодарил за то, что все же она 7 лет. Тот контракт отходил, отработал. Это круто. Заливаем. Вот какой цвет на выходе должен быть. Не фальдю. Кстати, и цвет был нормальный изначально. То есть не было никаких косяков, чтобы можно было сказать, о, да это коробка, это самое. Это наше будущее, ребят. Наше будущее. Не Tesla, а Almera Classic. Который будет скоро стоить, через два года, под миллион. Но, эх, жизнь. Так, у нас пробег 200 тысяч. И поехали. Вот. Давляк большой. Оно мутовато, да. Поэтому, главное здесь не обосраться. И лишнего не качнуть. По поводу, нужен здесь аппарат. Нет, не нужен. Мое мнение, да, дилетантское мнение со стороны. Нужен или бы не нужен. Вот в чем вопрос. По поводу... Не, ну да, жижа, конечно, мне не нравится. Она какая-то стрёмная, реально. Тёмная, тёмная жижа. Помимо прогона по масляным каналам, всё через бублик выкачивается. Главное опустошить бублик. И наполнить его свежим маслицем. Это основное. В мерендосах, если вы знаете, есть тут отдельный слив для гидротрансформатора. Но раньше вообще люди заморачивались. Как обслужить машину? Кто её будет обслуживать? А сейчас, можно сказать, нет. Обслуживаем, и всё будет нормально. Будем ездить на том, что нас выбрало. То есть тачка выбирает владельца. Это 100%. Далее. Прокачка номер два, ребят. Так, что у нас там? Жижа наполняется. Всё нормально. Далее. Второй раз опускаем движочек. Что-то вкусное. Уже этого достаточно. Коробки порядка 7 литров. Мы взяли 10, чтобы дополнительно прогнать. И всё сделать. По фэншуя, как говорится. Всё это муть. Спецификация масла здесь дикстрон 3. Но мне не нравится консистенция, естественно. Это она странная. Бутноватая жижа. Поэтому сейчас будем уровень выставлять. Благо это не сложно. Итак, смотрим. Нигде не течёт. Главное после себя положительный след оставить. Как мог, так отмыл, так сказать. Это будет метка. Печатка. Ну, ещё плюс видеоотчёт. И всё. Будем её греть и смотреть. По поводу детских болезней. Пропадает задняя. Капитальный ремонт. Начались пробуксовки. Аварийный режим. Тоже. Диагностика, когда выявляет неверное продовольственное число. Это тоже капитальный ремонт. Горелое масло. По щупу можете определить. Тоже свидетельство о капитальном ремонте. Так что такие, ребят, пирожки. Их можно покупать. И трансмиссии здесь по 350 ходят. Но крайне аккуратно. Всегда димфортные средства на её ремонт. Как это не парадоксально. Так, сзади у нас либо НП-300, либо этот, как его, Навара. Похоже вот на Навару, да? Да, похоже на Навару. И вуаля. Что это? Крузак, ребят. Правда, не совсем. Ну что, симпатично, симпатично. А может, как-нибудь там. Да, да. Ну что я могу? На мешалке, это главное. Это главное. Так, сейчас этот у нас забанит. Могу сказать то, что симпатичненько, симпатичненько. Шайба у него стоит тоже будет. Да, да, да. То есть получается понижайка и полный привит. Ну что могу? А двигатель здесь два с половиной турбодизель получается? Нет, два турбодизель. Два турбодизель. Да, 147, по-моему. 147, а это продолжение какого? Вообще его ставили на А6 Хавалы. Ну а он изначально чей был? Ну он был их, ихний. Ихний, да? Ну вот они 8 лет ставят, сказать, нареканий нету. То есть поставили, а решили, какой бюджет поставить сюда. Короче, ребят, скоро все присядем на Allmer Classic и Китай. Готовимся, готовимся. Не, ну... Прикольно, да. И, кстати говоря, место побольше, чем в той же БТ-50. И больше, чем в Рейнджере, правильно? Это Форт Рейнджер, правильно, пикап? 1,7 м, смотри, сколько. То есть отдыхать, ехать, матрас на бурной кидаюсь? Да, ну вы, конечно, это Кунг, это как ДОП, да, шел? Ну конечно, дополнительно. Ну это вот так. Раз, потом второй. У вас подсветка, как форсажа в первой части просто. Нужно вообще. Ну... Ну еще и туда же еще откидывается. Вообще нормальная тема, мне нравится. Вот это 1,70 м. То есть это уже все, это уже шло сразу с антицерапином. Это антицерапин, то есть по голому кузову, правильно? Да. Без пластика. Кузов весь оцинкованный. Кроме крыши. То есть и еще это как заводская... Ну, короче, от гнилья вот этого все. Антикор. Антикор, да. Но заводской, как бы не очень, говорю, хороший. То есть это и данные чудо по двушке. Ну, 2,050. 2,050. А будет стоить через год 2,500, да? Ну, я думаю, да. Я сейчас пикапы очень стали. Популярны. Популярны, они подумают. Как, помните, популярность их была в седьмом-восьмом году, как L200 вышел? Да. БТ-50, Навара, тогда рынок был. 4,050 сейчас нормальный, как бы, ну, более-менее нормальный. 4,050,000 и L200. Ребята, добро пожаловать. Вы говорите, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Да. Так что, такие вот дела. Так что, все. Запаска только виновка остается. Да-да-да, запаска. Все, и сейчас я выпущу, выпущу. Спасибо, что посетили. Да нет. Поздравляю вас с покупочкой. Нормальная машина. Это, получается, Вингл, да, он называется? Вингл седьмой. Вингл седьмой. Вингл седьмой. Вингл седьмой. У этих, как у, вот уховалов, у них специально это подразделение, которое занимается пикапами. У них еще есть пояр, там вообще просто. Ну, я могу сказать так, что даже Тойота отдыхает. Но та стоит в хорошей комплектации 300. Это уже, то есть там все, что можно, все есть. Да. У той вообще-то. Могу одно сказать. Ну, уразительная разница между был сейв, начало нулевых, если все помнят, то это Грид Войл сейв, и что они сейчас производят. То есть, как это все сейчас рулится, и как это все сейчас выглядит, с каким качеством. То есть, это удивительно просто. Грид Войл сейв. Продолжение следует...